Веришь ли ты, что ковчег Муха находится в Чечне? А чё Кадыров перестал снимать тикток ролики? Походу понял, что надо свалить и выпаковать чемоданы. И после этого, они снимают вот эту тему, это выбрасывается, и после этого пропадают. И эти люди, и эта камера, всё это пропадает, понимаете? Надо отдать должное, они именно вот эту вот абхазскую операцию провернули грамотно, с плохой стороны, конечно, но грамотно. Веришь ли ты, что ковчег Муха находится в Чечне? Слушайте, я знаю из Урана, что ковчег пришвартовался, правильно говорить, пришвартовался к горе Аль-Джуди. И правильно будет сказать, то есть не ковчег находится, ковчег наверняка уже всё, ну его нету, сколько лет его, он не может существовать. Но вот гора Аль-Джуди, находится ли она в Чечне? Я не исключаю, что она может находиться где угодно, так как нам Всевышний Аллах, Господь Миров, не сообщил нам, где находится эта гора. Поэтому находиться она может где угодно. Но считаю ли я, что она находится в Чечне? Нет, не считаю. Удивлюсь ли я, если она окажется? Нет, не удивлюсь. Поменяет ли это что-то глобально, где бы она ни находилась, что-то это изменит? Нет, ничего не изменит. Историю, политику или что-то изменит? Нет, ничего не изменит. Поэтому к этому надо относиться очень просто. Не нужно как-то сильно об этом думать, что-то там пытаться на этом построить, какую-то целую концепцию. Нет в этом ничего особенного. В конце-то концов эта гора 100% находится на этой земле. В этом нет никаких сомнений. Она на этой земле. Томсо не мог бы объяснить, какими идеями вдохновлялись Басаев и те, кто с ним воевал в Абхазии. И вообще высказать свое видение, Баркал. Да, без проблем могу. Я могу точно сказать, какими идеями вдохновлялись. Это была идея свободы для Кавказа. И любые народы, которые просили, хотели этой свободы, у нас считали необходимым помочь этим народам. И ситуация в Абхазии, она нарисовывалась для нас таким образом. Народно избранный независимый президент Грузии был, значит, Россией изгнан. На его место посадили марионетку российскую в лице Шеварнадзе. То есть, вы так понимаете, как это виделось для всех на Кавказе. Что это Россия, значит, не хочет отпустить Грузию. И они посадили там своего человека, свою марионетку. И теперь вот этот небольшой островок свободы, значит, Абхазия, его они тоже не хотят отпускать. Поэтому нужно Абхазам помочь, так как они не свободу от Грузии хотят добиться, а они свободу от России хотят добиться. Нас очень сильно развели там. В конечном итоге мы видим, что с этого получилось. Грузия, наоборот, свободна, а Абхазия, это не Абхазия, это Россия. Поэтому, да, это была, конечно, великая ошибка. К нам тогда приезжали из Абхазии два или три человека. По нашим каналам они там очень сильно нас просили оказать поддержку. Причем это были... Абхазы, они в основном не мусульмане, но там есть какая-то часть, которые мусульмане. И вот приезжавшие к нам, это были как раз мусульмане, которые чуть ли требовали поддержки. Это все описывалось, что вот мы точно так же, как и вы, хотим свободы от России. Они вот там, значит, в Грузии не дали уйти, и теперь они и нас не хотят отпускать. Это так представлялось. И надо понимать, что на тот момент это было очень убедительно, потому что Гамсахурдия действительно находился вообще у нас в республике, в резиденции Джохара вместе со своей семьей. Обратно он туда вернуться не мог, он потом вернулся и, кстати, был... Ну, погиб он на территории Грузии, там разные версии, как он погиб. Он боролся, продолжал бороться за свою власть. В общем, вот так мотивация была, такой результат мы с вами тоже видим. Из этого, я думаю, из того, что я сказал, мое отношение к этому вы тоже понимаете. То же самое касается различных провокаций, которые были тогда ученины в Абхазии. Это вы знаете, сейчас нет ничего странного в том, что мы с вами видим очень много видеохроники с полей сражений. Потому что сегодня у каждого в телефоне, во-первых, у каждого есть телефон, и в каждом этом телефоне есть видеокамера. Просто снимаем, скидываем. Есть интернет, все это есть. Поэтому сейчас молодежь даже не поймет, то, что я хочу сказать. Но тогда, в начале 90-х, видеохроника с полей сражений это очень сложная вещь. Это огромный вот такой чемодан, на котором было написано Panasonic 3000, а потом появилось 9000, это была вообще крутая камера. Она как базука, эта камера. Этот чемодан так открывался, оттуда доставалась эта камера. У нее специальная была такая выемка. Ставилась эта камера на плечо. Тогда я не помню вообще штативов, ничего подобного. Вот так вот на плечо ставилась эта камера. Вот такая огромная бандура. И этой бандурой вела съемка на обычные кассеты VHS. Потом только появились маленькие, уже компактные камеры с компактными видеокассетами. Этого на тот момент, когда идет война в Абхазии, этих вещей еще нет. И вот вы представляете, тогда как-то умудряются снимать какие-то два чувака, приезжают с этой огромной камерой со стороны Абхазов. И они умудряются заснять каких-то чуваков, которые над убитым грузином надругались. Что-то там с его... Вот эта вот известная история про то, что там головой играли в футбол. Что это, если не российская спецура? Что это, если не проработанная российской спецурой провокация? И после этого они снимают вот эту тему, это выбрасывается, и после этого пропадают. И эти люди, и эта камера, все это пропадает, понимаете? Надо отдать должное. Они именно вот эту вот абхазскую операцию российские спецслужбы провернули грамотно, с плохой стороны, конечно, но грамотно. Они умудрились развести нас всех, причем там посеять очень мощную вражду между абхазами и грузинами, которая теперь очень сложно будет ее преодолеть. Втянуть туда еще нас, там другие народы с Северного Кавказа. Очень грамотно проделанная провокация. А что Катырова перестал снимать тикток ролики? Походу понял, что надо свалить и выпаковать чемоданы. Алейкум ассалям. Я не знаю, я, честно говоря, и не в курсе, что он прекратил снимать тикток ролики. По-моему, он все продолжает все так же снимать. Субтитры сделал DimaTorzok